Скандал в Одесской области. Ветераны могут остаться без ежегодной выплаты ко Дню Победы. А все из-за того, что власти не предусмотрели на это деньги в профильной социальной программе. Почему, выяснял Андрей Анастасов. Василию Павловичу 89. Участник Второй мировой живет в селе Пододессы. День Победы для него главный праздник в году. Рядом с фронтовыми фотографиями хранит все открытки к 9 мая. Вот это и награждали меня. Сейчас, конечно, очень много отошло. Уже участник боевых действий повыбирали. В Одесской области фронтовиков осталось не более 700. И вот выясняется, в региональной программе «Защита и забота», изменения в которую на днях утвердили депутаты, о них не позаботились. В графе «Выдать ко Дню Победы единоразовую помощь» 1000 гривен пусто. Ноль. Но как же так получилось? Оправдываясь, чиновники ссылаются и на кадровую чехарду, и на непрофессионализм предшественников, а главное – на отсутствие бюджетного финансирования. К сожалению, вышла накладка. И цифры, то есть фактических денег этих нет. Однако уверяют, без денежной помощи к празднику ветераны не останутся. Средства возьмут из той же программы, но из другой статьи – «Оказание материальной помощи». От участников Второй мировой, мол, понадобится лишь заявление. Все это остается в полном размере. Единственная вот эта цифра по 1000 гривен к 9 мая, она будет компенсирована просто за счет другой строки бюджета. И все. К 9 мая. А вот замглавы профильной комиссии облсовета уверена, департамент соцполитики чисто физически не успеет за полтора месяца собрать все необходимые документы и провести оплаты. Даже если это какой-то убыстренный, ускоренный вариант, все равно никак не обойтись. От акта обследования жилища, от предоставления справки о составе семьи, о доходах членов семьи, если ветеран живет не один. То есть это все процедурный вопрос. Однозначно, процедуру через материальную помощь не получат все. Успеют ли чиновники, покажет время. Но по-прежнему остается открытым вопрос, зачем было доводить ситуацию до такого состояния и почему крайними сделали ветеранов. Ведь очевидно, как много значит для них приближающийся праздник. Я за то, чтобы все, кто в живых остался по настоящее время, чтобы они получили вот эту сумму денег с честью. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесская область.